привет ребята наш сегодняшний влог начинается с нашей прогулки мы сегодня ничего не снимали дома потому что мы ничего не делали просто отдыхали сейчас вечером еле-еле себя подняли просто хотя бы пройтись знаете для разнообразия вот поэтому прогуливаемся у нас уже такая ну вот осенняя погодка красиво не буду в общем мы прям ходим холодно я не ожидала что так холодно уже и домой хочется тихо тихо конечно тихо все дома сидят замерзли но я тоже все стильная модная я уже в угол вообще что по стилю до лосины носки ну а что зато тепло и удобно нигде не задумает так а а а а а а а а У нас сегодня уже наконец-то нормальная погода потеплела. Сегодня будет 27 градусов. Хотя бы можно уже на улицу выйти и не мёрзнуть, потому что я совсем ещё не готова к такой ранней холодной осени. Всё, все присаживаемся. Наконец-то кушает, да? Всем приятного аппетита. Я просто встаю на кухне уже минут 15 и просто не понимаю, за что мне взяться, чтобы меня, я не знаю, посетила какая-то муза и я вообще поняла, что я хочу приготовить. Я ничего не хочу готовить. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Мне в голову вообще не лезут никакие блюда. Просто, ну я думаю, меня каждая поймёт, когда... Знаете, иногда ты просто творишь, у тебя со всех сторон лезут идеи, и ты просто из пропавших овощей можешь приготовить изысканное блюдо. А сейчас я вообще ничего не понимаю. Я вообще стою и думаю, может, вообще-то они ничего не готовят. У меня ещё гёдзе есть в холодильнике. Уха ещё. Блин, мне уже три дня. Ну и поедя поужинают, и всё. Короче, всё. И мне нужно, понимаете, сейчас составлять список продуктов, которые нужно купить. А я, ну, написала огурцы, помидоры, сыр, и я не понимаю, что я с этого вообще буду готовить. Короче, всё, меня покинула, скажу, покинула муза. А ну, поделитесь, поделитесь, пожалуйста, какими-то своими любимыми блюдами, вот что вы недавно готовили вкусное. Так, я знаю, меня смотрят хозяюшки, которые готовят. Я сейчас перейду на ваши странички, тоже там чем-то повдохновляюсь. Надо ещё на свою страницу зайти в Инстаграме, посмотреть, что у меня там есть из старых рецептов. Кто, кстати, ещё не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь, мы там тоже можем общаться. Удобнее, чем даже здесь в комментариях. И там у меня ещё есть много рецептиков. Я, конечно, уже очень давно там ничего не снимала. Нужно, наверное, опять немножечко за это взяться и начать снимать рецепты. Но я уже, кстати, мне просто было очень сложно изначально, когда я только начала Ютуб снимать, совмещать Ютуб и Инстаграм. Я полностью перешла в Ютуб и вообще-вообще напрочь забыла про Инстаграм. Вот, но всё-таки нужно учиться это соединять. Ну и что? Ну ничего. Не знаю. Всё, ничего не хочу. Воды попью. Так, ну я так подумала, раз я бестолково в готовке, у меня просто в холодильнике какой-то хаос, дурдом непонятно из чего. Я сейчас просто займусь уборкой и нужно перебрать все овощи, что свежие, что не свежие, что можно, в общем, буду заниматься тем, что у меня сегодня получается. Займусь уборкой. Может, я с этого ещё, со всего там ещё и еды найду. А ещё, знаете, сейчас убираюсь и словила себя на мысль, какая я счастливая мама. Мои дети, ну если они откроют в холодильнике, там никакой не будет еды, они меня вообще не будут дёргать, что там кушать. Они себе сами, это Машкара меня достала, они сами что-то себе приготовят. Они всё умеют готовить, они даже любят сами готовить, и очень часто им не нравится, когда я вмешиваю с помощью. Поэтому могу себе позволить, если нет еды, ничего не приготовить. Не, ну тут есть еда, ладно, я уже тоже прибедняюсь. Так, ну всё, другое дело. Красоту навела, всё перебрала, всё свеженькое ставила. Теперь я хотя бы более-менее понимаю, что у меня есть, чего нет, в общем, что нужно купить, что не нужно. Ну, всё равно в мою голову ничего не лезет, что нужно купить. Не знаю. Нет, я понимаю, что я буду покупать, как всегда, я не знаю, что готовить. Ну, ладно, может быть, может быть, сейчас цяду, знаете, вот это вот релсы, полистаю с едой и чем-то вдохновлюсь. А вдруг поможет. Что ты делаешь? Эй, ты, кот-негодяй. Я только вещи разложила, сейчас мне все эти кучи позаваливают. Оскар! Нет! Это мой свитер, это моё платье, не надо! Кот, кот, не надо этого делать! Оскар, нельзя! Нет! Надо запрятать... Ай! Ай! Как больно, он бьётся! Смотрите, что он сделал! Ну, вообще обалдел! Он платье притащил! Оскар! Негодяй, оно новое! Я его только один раз одевала! Оно, дай сюда! А я смотрю, понимаете, он уже настолько наглый, что он прямо через меня с этим платьем лезет. Всё, забрал? Давай! Не отдаёт! Смотрите! Вообще ни в какую! Смотрите, вцепился в рот просто, и всё! Ещё и коготь, да, застрял? Аккуратно! Оскар, ты хитрый жук такой! Смотрите! Ой-ой-ой! Он очень-очень агрессивно прям настроен! А больше он такого не делает с моими вещами! Нет! Вот, держи вот так вот! Смотри! Оскар, зубы береги! Отдай платье! Смотрите! Какой чик? Нет! Вы посмотрите! Ох, шипел! Он сейчас шипеть начнёт, Николай! Так он же наоборот нашел! Ох, он злой! Нам сейчас хана будет! Отдай моё платье! Оскар, я прям боюсь тебя! Обалдеть! Отдай моё платье! Нет, нет, не будем его! Не рви, не растягивай! Мои дела на сегодня! Разгрузить сейчас сушилку, закинуть светлое бельё, стираться, и всё! Я буду на сегодня свободна! Сейчас это постирается, это разложу, подожду, пока постирается, закину в сушилочку, всё, разложу уже завтра, ничего страшного с ней не случится, она сухая, она не заванивается, поэтому можно. Мои, боже мой, уже вторую неделю, по-моему, смотрят, мне кажется, Гарри Поттера по кругу, и завтра сказали, что я обязательно должна с ними её смотреть, поэтому готовлюсь! Я так поняла, что всё лето меня теперь, ой, всё лето, всю осень меня теперь ждёт вот эта вот, вот эта вот вся фантастическая магия, которой они меня подсадят, на которую... Так, у меня Соня здесь поставила такое было пятно, я очень надеюсь, что оно постиралось, так как плед мне этот очень жалко, я его очень люблю, он очень красивый, очень красиво смотрится, он вроде как нету, вроде как отстиралось, надеюсь, надеюсь, всё отстиралось, сейчас проверю ещё точно всё. всё у нас с фантастиками. Всё. Продолжение следует...